Добрый вечер, в прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко и прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Иномарка на полном ходу сбила женщину и едва не задела ее детей. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Я спрогнозировал, что данные швы начнут разваливаться через месяц. Но, как я говорится, неправильно предсказал, они начали разваливаться уже через неделю. Копыловский мост трещит по швам. На новом асфальте, который уложили всего неделю назад, снова появились ямы и трещины. Без крова, без выплыва, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночи спать. Жители Суджанского района, который попал под массированную атаку ВСУ, записали обращение к президенту с просьбой о помощи. Владимир Путин пообещал по 10 тысяч рублей. Погулять вряд ли получится. Синоптики прогнозируют грозы. С градом и шквалистый ветер. Иномарка на полном ходу сбила женщину и едва не задела ее детей. Авария произошла на улице Петра Ломака. Водитель не затормозил перед пешеходным переходом. Судя по кадрам с камер наблюдения, мать успела поторопить двух своих детей, чтобы они убежали к тротуару. Пострадавшую увезли в больницу с травмами. Полицейские уже нашли водителя. 60-летний мужчина в момент аварии был трезв. На него составили протокол за непредоставление преимущества пешеходам. Автомобилисту грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Также выяснилось, что за последний год нарушителя привлекали к административной ответственности 30 раз. Полиция продолжает проверку. В селе Подканском трехлетнюю девочку по голове пнул жеребенок. Все произошло 8 августа в Чичиуле. В МВД рассказали, что девочка вместе с другими детьми играла возле ограды. Рядом была мама малышки. В это же время пастух гнал скот по дороге. Дети увидели жеребенка, который шел за стадом и побежали к нему. Когда девочка подошла сзади, животное резко ударило ее в голову задними копытами. Малышка от удара потеряла сознание. Родители тут же вызвали скорую помощь, но не стали ее дожидаться и сами отвезли ребенка в больницу. Сейчас малышка в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку. Сегодня ночью в Красноярске перекрывают центр на два года. На перекрестках Маркса-Декабристов, Маркса-Горького, Маркса-Диктатуры-Пролетариата и Маркса-Винбаума расставили блоки. Ограничители появились и в парковочных карманах. Напомню, схему движения меняют из-за строительства метро. И так самые большие изменения произойдут как раз на Карла Маркса. Там перекроют четыре квартала. На участках от Горького до Декабристов и от Дзержинского до Диктатуры-Пролетариата организуют двустороннее движение. Общественный транспорт, который обычно ходит по Карла Маркса, перенесут на Мира. Проспект сделают полностью односторонним от профсоюзов до Парижской коммуны. На участке появится автобусная полоса. Кроме того, на Проспекте Мира и Диктатуры-Пролетариата запретят остановку и стоянку. А по Сурикова можно будет проехать только в сторону набережной на участке от Мира до Карла Маркса. И такая схема движения будет действовать до 2026 года. Копыловский мост трещит по швам. На новом асфальте, который уложили всего неделю назад, снова появились ямы и трещины. Управление дорог Красноярска намерено судиться с подрядчиком, который выполнял работы на Копылово, и с другими проблемными компаниями, которые нарушили сроки. Подробности у Александры Козловой. Автомобилисты проезжают, казалось бы, по свеже уложенному асфальту на Копыловском мосту. Сейчас покрытие выглядит ровным и непрерывным. Легковые грузовые машины и автобусы проезжают по Виадуку без помех. Однако в бочке меда с уложенным асфальтом появилась ложка дегтя ямы. Накануне в соцсетях появились фотографии со свежими трещинами и выбоинами на покрытие, которые уложились здесь неделю назад. Красноярцы негодуют и говорят, ямы на Копыловском мосту превратились в традицию. Это метро сквозь асфальт пробивается. Какой позор! Не могут качественно, квалифицированно уложить асфальт. И так по всему Красноярску. Где специалисты? Мигрантам деньги платят, а не делают на отвали. Керенского с самой весны все расковыряли. Создали массу неудобств как пешеходам, так и водителям, мамочкам с колясками. Когда люди дождутся завершения дорожных работ. Бесконечное негодование. Нет слов, одни эмоции. Сколько можно, но научите уже людей делать хорошую долговечную дорогу. Сколько можно одно да потому латать без конца. И конца, и края этому нет. Красивейший город превращается непонятно во что. Кроме того, водителей пугает местоположение моста. Красноярцы опасаются, что во время дождя могут пострадать не только автомобили, которые бесконечно заезжают в ямы, но и железнодорожные пути. Сейчас мы находимся над главной Транссибирской магистралью. Здесь из-за трещин вода может попадать в деформационные швы. Спустя время это может привести к разрушениям и приостановить работу транспорта. Ремонт дороги на этом участке начали в середине апреля. Четыре месяца назад в Управлении дорог и благоустройства собирались закончить работы к началу лета. С обещанного срока прошло 70 дней. Замедленный ход работ мэр Владислав Логинов даже уволил начальника участка. 8 июля в Удибе сообщили о завершении ремонта. Тогда на мосту оставалось установить блоки, покрасить ограждения и бордюры. Дорожные элементы появились, а вместе с ними и повреждения уже нового покрытия. Его перекладывали два раза. Однако в мэрии говорят, появление ямы трещин ждали и даже готовились. Данные дефекты должны были появиться. Они будут залиты специальной смесью, которая позволит деформационным швам выполнять свои функции. Для обеспечения безопасности на период эксплуатации мостового сооружения до проведения ремонтных работ специалистами было принято временное решение по закреплению в теле моста металлических пластин на подвижном анкерном соединении в районе деформационных швов. Подрядчик специализированное автотранспортное предприятие переделывал работу за свой счет. Он несет гарантийные обязательства за весь участок от Керенского до Робеспьера в течение пяти лет. Общественники вспоминают, подобный провальный ремонт у компании не первый с АТП укладывала дорогу на Гусарова, которая развалилась в этом же сезоне, и ремонтировала мосты через Качу два года подряд. В 2024-м подрядчик принялся за Копылова. На мосту сначала вскрыли покрытие, а после занялись ремонтом. На пролетах прикрутили металлические листы и залили асфальтом. Думал, что все-таки они их потом как бы вскроют, заделают нормально швы, заложат асфальтом. Но как мы на сегодняшний момент увидели, что сначала они закрыли черновым асфальтом, потом уже и чистовым, я тоже думал, что они потом их опять вскроют и сделают все-таки эти швы. Смотрю, начали наносить разметку. Я спрогнозировал, что данные швы начнут разваливаться через месяц. Но, как я говорится, неправильно предсказал, они начали разваливаться уже через неделю. Я считаю, что у данной организации надо забирать лицензию на ремонт дорог и мостов, а это такая непростая лицензия, которую они имеют, заносить ее в черный список, пусть убирают город. К слову, в арбитражном суде сообщают, управление дорог и благоустройства будет судиться с САТП. С подрядчика хотят взыскать неустойку за нарушение сроков устранения недостатков на участках. Напомню, экс-глава САТП Дмитрий Сакирко сейчас под следствием. В 2023 году Сакирко и руководитель промстроя Декарт Ханагян вступили в картельный сговор на 1 миллиард рублей при ремонте дорог. Ранее САТП признали монополистом ИВУФАС. Там установили, что организация не позволяла другим компаниям ремонтировать улицы города. Под гнев управления дорог также попали Краздорстройка, ДСК и Сфера. Александра Козлова, Даниил Мамонтов, Новости ТВК. Девять человек пострадали при атаке беспилотников на Липецкую область. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Всего над регионом сбили 19 дронов. Местные жители публикуют видео ночной атаки. Если бы бахнет снова. Пошли. 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 Пострадавшим от атаки оказали медпомощь. По словам губернатора Артамонова, всех, кому это было необходимо, прооперировали. Остается один человек в тяжелом состоянии. Его могут транспортировать в Москву. Как сообщает ТАСС, несколько летательных аппаратов попали в военный аэродром. Он загорелся. Есть разрушенные дома. Их точное количество не сообщается. Власти объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. В регионе отменили все развлекательные мероприятия. Жители Суджанского района, который попал под массированную атаку в СССР, записали обращение к президенту с просьбой о помощи. В одном месте собрались несколько десятков человек. Они рассказали, что бежать пришлось экстренно, без документов и вещей, потому что об обстрелах их никто не предупреждал. Женщины не смогли сдержать слез. Мы остались с детьми, без крова, без выпуска, без денег. Мы уехали, в чем могли. У нас дети боятся ночи спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Сказать, наша администрация не работала. Давайте скажем прямо. Мы привыкли к стрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах. Беженцы также пожаловались на отсутствие эвакуации в некоторых селах. По их словам, люди там остались без помощи и информации. В сети тем временем появились видео очередей в Курске. Жители Суджи и приграничных сел, покинувшие свои дома, стоят, чтобы получить гуманитарную помощь. Неравнодушные приносят для них продукты и предметы первой необходимости. Помощь обещает и государство. Накануне Владимир Путин объявил о выплатах. Тем, кто покинул дома из-за атаки ВСУ, дадут по 10 тысяч рублей. Бои в Курской области продолжаются. По данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников. Также военные наносят удары по наземной технике. ТВК снова дарит подарки. Сейчас в нашей группе ВКонтакте мы разыгрываем автохолодильник. Компактное и вместительное устройство бережно сохранит свежесть продуктов в дороге. Чтобы выиграть холодильник для машины, нужно подписаться на группу ВКонтакте ТВК «Проверки» и «Ново утро». А также сделать репост поста с розыгрышем на свою страницу. Для этого прямо сейчас сканируйте QR-код, который видите на экране. Итоги розыгрыша подведем 19 августа. Ну а пока прервемся на рекламу. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК «Нью». Там мы публикуем самое важное и срочное. Новости обновляются каждые 10-15 минут. ТВК «Нью» подписывайтесь, если хотите быть в курсе. Эти выходные будут прохладными и дождливыми. Кроме того, ожидаются мощные магнитные бури. Больше полумиллиона на блокноты и ручки потратят красноярские депутаты. Тендер на закупку канцелярии опубликовали на портале госзакупок. Вы смотрите новости ТВК «Наш». Телефон 200-00-65. Мы продолжаем выпуск. Грозы с градом и шквалистый ветер. Такую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие выходные. Подробный прогноз знает моя коллега Екатерина Черных. Она сейчас на прямой связи со студией. Катя, привет. Расскажи, как там на улице и что ждет красноярцев на выходных. Даша, привет. Добрый вечер, зрители. Сейчас на улице около 21 градуса. Ветрено и достаточно свежо. Немножко моросит дождь. Буквально час назад был еще ливень. Но по прогнозам синоптика он совсем скоро закончится. И в принципе сегодня была не особо стабильная погода. То светило солнце, то было пасмурно, то шел дождь. И думаю, красноярцы немножко подустали уже от обильных осадков на этой неделе. И хотят солнца, тепла, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Но, к сожалению, этого не получится, потому что нас ждут дождливые выходные. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся уже ночью. Будет плюс 15. Завтра, 10 августа, 25 градусов, пасмурно дождь. В темное время суток плюс 15. В воскресенье осадки продолжатся. Похолодает до 21 градуса. Ночью будет плюс 12. А вот уже с начала рабочей недели в дождь уйдет. Понедельник в Красноярске будет солнечным. Синоптики прогнозируют 21 градус без осадков. Во вторник, 13 августа, потеплеет до 24. Что касается геомагнитной обстановки, Красноярск в предстоящие выходные накроет мощная магнитная буря. 10 августа возмущения достигнут 6 баллов. К вечеру сила геомагнитной бури снизится. Однако в ночь на 11 августа возмущения снова усилятся. В воскресенье в город вновь накроет мощная буря. В это время возмущение составит 6-7 баллов. К вечеру они начнут ослабевать. И в такие дни у некоторых людей может болеть голова и подниматься давление. Метеозависимым врачи советуют отказаться от кофе и энергетических напитков. Медик рекомендует хорошо высыпаться в такие дни, избегать повышенных нагрузок. Конечно же избегать стресса, побольше находиться на свежем воздухе. При этом из-за того, что выходные у нас будут дождливые, не забывайте с собой зонтики и дождевики. Гуляйте побольше. Желаю вам хороших выходных. Даша, на этом у меня все. Спасибо. Это была Екатерина Черных. Она рассказала о погоде на предстоящие выходные. Мы продолжаем выпуск. Бешеный волк покусал людей и домашних животных в Каратузском районе. Все случилось ранним утром 3 августа в селе Моторское. Хищник вышел к людям. Он залез в подсобки и укусил нескольких людей и животных. В Роспотребнадзоре уточнили, сейчас двое взрослых, пострадавших от укуса, и те, кто контактировал с животным, проходят лечение. При этом в местном ветеринарном отделе сообщают, что волка застрелили в этот же день. Позже исследование показало, что животное болело бешенством. Сейчас специалисты проводят мероприятия, чтобы заболевание не распространилось. Врачи напоминают, если дикий зверь укусил человека, нужно обратиться за помощью в первые сутки. Вирус бешенства опасен и для животных, и для людей. Он передается со слюной. И основной метод защиты от заболевания – вакцинация. Больше полумиллиона на блокноты и ручки потратят красноярские депутаты. Тендер на закупку канцелярии для горсовета опубликовали на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 569,5 тысяч рублей. Как указано в документах, в комплекте должны быть блокнот на 150 листов, ручка с гравировкой, дополнительные листы, закладки и стикеры для записи. На обложке блокнота будут заламинированные фото Красноярска, герб города и надпись «Красноярский городской совет депутатов». Ручка металлическая с поворотным механизмом, с лазерной гравировкой, логотипа горсовета и гербом Красноярска. Цена такого набора – почти 3 тысячи рублей на одного человека. Горсовет должен получить канцелярию до конца 2024 года. Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать, продавать алкоголь и табак. Указ о запрете подписал губернатор Михаил Котюков. Согласно документу, именно в этих сферах больше всего нарушают миграционные законы и правила дорожного движения. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Это время нужно, чтобы работодатели успели отстранить иностранных работников, поясняет Михаил Котюков в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что вместе с краевой полицией анализируют другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения. Президент Владимир Путин подписал новые законы. Среди них инициатива, которая обязывает блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор. Сведения, которые нужно будет сообщить и по рядах, и их передачи, установит Кабинет министров. Требования вступят в силу с 1 ноября 2024 года. Кроме того, президент подписал закон о запрете трэш-стримов, которые оскорбляют человеческое достоинство. Также Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства за отказ встать на воинский учет. А еще закон о возможности признавать нежелательными любые иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные органы власти. Закон затронет в том числе те организации, учредителями которых числятся госорганы других стран. При этом он не коснется международных межправительственных организаций, членства в которых есть у России. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о пропаганде наркотиков в литературе и закон о легализации маннинга криптовалют в России. Сотни домов в Красноярске останутся без горячей воды на пять дней. Кого коснется отключение, подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярский край прилетел клещ из Свердловской области. Он путешествовал на самолете вместе с вахтовиком, который летел в Дудинку. Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре. В полете мужчина и членистоногая провели около трех часов. После рабочий обратился к врачам. Заражение удалось избежать. Специалисты сообщают, активность клещей в крае снижается. За неделю от присасывания пострадали 84 человека, 11 из них дети. Чаще всего жители цепляют клещей на дачах, в лесах и в окрестностях городов и поселков. Кафедральный собор на Стрелке хотят построить к 400-летию Красноярска. О планах закончить возведение каменной церкви в 2028 году рассказали в Красноярской епархии. По словам митрополита, вопрос финансирования будет решать Победительский совет. Напомню, идея построить собор взамен разрушенного в 1936 году возникла больше 25 лет назад. Поскольку оригинальный храм находился на месте здания краевого правительства, в качестве нового участка выбрали Стрелку. На площадке, где появится собор, уже возводят малый деревянный храм. Его планируют открыть в 2025 году. 10 августа часть Октябрьского района останется без горячей воды. Под отключение попадают дома, которые подключены к котельной номер 5. Это строение на улицах Тотмина, Фруктовая, Юшкова, Цемлянская, Карбышева, Ботаническая, Лиственная, Пихтовая, Калинина и других. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте диспетчерской службы 205. Отключение плановое. Воду обещают вернуть до 15 августа. Далее по графику масштабное отключение домов, подключенных к ТЭЦ-2. Правила безопасности во время сплавов по рекам. Рубрика «Гражданская оборона». А в проекте «Вопросы психологу» поговорим об эйджизме. Почему люди унижают других за возраст. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-0065. Мы продолжаем выпуск. Несмотря на завершение летнего сезона, многие красноярцы до сих пор сплавляются по местным рекам. Кто-то выходит на воду с инструктором, кто-то самостоятельно. В последнем случае не все знают, как нужно подготовиться. Поэтому заместитель директора центра ГОИЧС Игорь Рублев расскажет о правилах безопасности во время сплавов. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о правилах безопасности во время сплавов. Кстати, водных маршрутов у нас в крае больше нескольких десятков. И у каждого есть своя категория сложности. Водный туризм – очень рискованное мероприятие. Ведь на реках есть опасные заломы, пороги, местами очень сильное течение. Например, у рек Козыр и Кизир самая высокая четвертая категория сложности. И новичкам стоит воздержаться от сплавов по этим рекам. Поэтому внимательно подбирайте маршрут с учетом всех сложностей и физических возможностей, как собственных, так и своих спутников. Итак, чтобы сплав прошел безопасно, нужно за 10 дней до начала путешествия зарегистрировать свою группу в МЧС или Единой дежурно-диспетчерской службы вашего района. Если у вас недостаточно опыта, то участвуйте в официально организованных сплавах с опытными инструкторами. Перед сплавом проверьте, у всех ли участников есть спасательные жилеты. Кстати, снимать их на судне, находящемся на воде, категорически запрещено. Также с собой возьмите заряженные сотовые телефоны, аптечку, продукты питания и карту по прохождению вашего маршрута. Обязательно посмотрите прогноз погоды. Опасно сплавляться в дождь, туман, при сильном ветре, а также ночью. Еще несколько важных правил для участников сплава. Все участники обязаны уметь плавать. Запрещается употреблять любые спиртные напитки. Запрещается перегружать плавсредства по данным, указанным в техпаспорте. Запрещается также опускать ноги и нырять с плавательного средства. И также запрещается вставать во весь рост. Сплавляясь по реке, необходимо придерживаться основного течения. При повреждении плавсредства нужно немедленно причалить к берегу. При групповом сплаве не теряйте другие плавсредства из зоны видимости. Если все-таки судно перевернулось, постарайтесь удержаться за него. Если не удается приблизиться, плывите в его направлении. При возникновении бедствия на маршруте необходимо передать сообщение о происшествии в службу спасения. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». И помните, если предупрежден, значит вооружен. Далее в эфире рубрика «Вопросы психологу» эксперт Ольга Долганина расскажет об эйджизме. Почему люди унижают других за возраст. Здравствуйте. Меня зовут Долганина Ольга Андреевна. И я клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим про эйджизм. Что такое эйджизм? Эйджизм или возрастная дискриминация – это предубеждение против людей на основе их возраста. Чаще всего такие убеждения могут касаться пожилых людей, но невероятно часто направлены и на молодежь. Например, такие предубеждения могут звучать как «Если ты старый, значит ты слабый». «О, тебе уже 50 лет? У тебя явно уже осталось немного времени. Войти тебе совершенно нет места». «Ты еще очень молод и неопытен. Тебе точно нельзя доверить руководящий пост или важное задание». Все это является эйджизмом. В рамках работы это может проявляться в нежелании нанимать сотрудников определенного возраста или обучать и вовсе тратить на них время. Социальные аспекты эйджизма включают негативные предрассудки относительно потенциала человека и как будто бы человек обусловлен исключительно своим возрастом. Эйджизм – это только про негативные убеждения? Нет. На самом деле могут быть и позитивные стереотипы. Например, привычка думать, что все пожилые люди мудрые и точно знают, как жить. Это пример позитивной оценки. Но важно помнить, что даже позитивный стереотип – это тоже стереотип. Почему люди унижают других за возраст? И первая причина – это то, что человеческому мышлению свойственно думать в рамках стереотипов. Так жизнь становится действительно более определенной и понятной. Нам проще думать, что пожилые люди более мудрые, а молодые люди более легкие на подъем. Второе объяснение – это нехватка понимания и эмпатии. Люди часто не понимают, что возраст – это исключительно цифра, и не более. И что пожилые люди могут быть очень энергичными, а молодые люди – крайне рассудительными и взвешенными. И третье объяснение – это культурные установки. Действительно, во многих обществах молодость ассоциируется с инновацией, энергичностью и способностью решать большое количество дел. Но, с другой стороны, с безрассудством и безответственностью. Старость же воспринимается как упадок и стагнация. Именно эти убеждения создают общественное мнение, которое, в свою очередь, выливается в подобные стереотипы. Но сегодня в проекте Наталья Кичина и кинохроники Красноярия о том, как в 89-м году, после перестройки, когда-то в глубоко атеистической стране, люди стали массово обращаться к православию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стала массово ходить в церковь и уверовала. Но те, кто искренне пронес веру по Всевышнему и Библейской ценности, причем иногда рискуя жизнью, их ведь были единицы. Священник Барнаульской церкви, отец Михаил, в 69-м, выпускник Горьковского университета, был арестован за чтение и распространение региозной литературы. Семь лет, проведенных в тюрьме, веру только укрепили. В миру Михаил Капранов после отсидки закончил духовную семинарию. Идеи приходят и уходят, а вера остается. Остается вера и остается народ. Пока есть вера, будет и народ. Если вера будет уничтожена, не будет и народа. Это одно с другим непосредственно связано. Мы это знаем на примере других народов, что только вера спасала, укрепляла. Жительница деревни Марина Кузьмовна вспоминает иконы, заставляли выбрасывать из избы и сжигать. Ее мама иконку много лет хранила в подполье. Без веры, правда, жить трудно. В годы советской власти верили некоторые по разнарядке в светлое коммунистическое будущее и вождей мирового пролетариата. И деревне эта вера ничего хорошего не принесла. Народ-то как звери, друг дружку едят. А раньше по всей деревне идешь, везде как-то приглашают и дружно. Дружно. Друг дружке помогали, а теперь не... Если попросила, помогти бутылку. Попросила, бутылки нет, дай десятку. Чудом в Барабаново сохранилось многострадальное здание церкви Параскею Пятницы. Приход создан еще в 19 веке, а в 57 году церковь открылась. И уже через несколько лет там организовали склад зерна. Но люди все равно приходили туда и молились стихаря. Уже в 21 веке Барабановская церковь была признана уникальным объектом культурного наследия. Сейчас там службу проводит батюшка Алексей Язев. На деньги неравнодушных людей, что смогли, отреставрировали, появился новый колокол. Приезжают сюда люди со всего края. Говорят, особо святая Параскея помогает тем, у кого нет детей. Это все сейчас. А в 89-м только начали осознавать, если Бога нет, то все дозволено. И об этом в том числе размышлял Виктор Астафьев на страницах рассказа «Слепой рыбак». Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас, творцами подвига, зажженным для нас, чтобы мы не блуждали в потенках. Не натыкались лицами на дерева в тайге и друг на дружку у миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверие, всесветное во все безверие. Кому молиться, кого просить, чтобы нас простили. Мы ведь умели и еще не разучились прощать даже врагам нашим. Так что же с нами стало? Наталья Кичина, Новости ТВК На сегодня это все новости. Еще раз напомню, телефон редакции 200-0065. Последняя актуальная информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова